Всем привет, дорогие мои друзья и зрители канала. Меня зовут Фрол, а это мой котик Черныш, которого мы прозвали Котапсом. Но об этом будет как-то более подробно в одном из следующих шортсов. Ну а сегодня речь пойдет об этом аквариуме травнике, который я перезапускал в начале февраля этого года. Получается, с момента перезапуска прошло около 60 дней, то есть 2 месяца. Я перезапускал его в начале февраля, а сейчас уже начало апреля. И хотелось бы мне сравнить данный аквариум с СО2 и без СО2, ответить на некоторые вопросы по поводу данного аквариума травника, а также сравнить, собственно говоря, темп роста растений без углекислоты и с подачей СО2 в аквариум. Напоминаю, полный перезапуск данного аквариума был в начале февраля, а тогда я полностью подстриг все растения, вырвал весь химиантуз, посадил его в левую часть аквариума, также сделал небольшое переоформление этого аквариума, какие-то растения убрал, какие-то добавил, переместил помпу из левого угла аквариума в правый угол аквариума и сделал полную перестановку. Вот так выглядел данный аквариум-травник сразу после перестановки. Все было не очень красиво, вода слегка мутновата, растений очень-очень мало. Ну а вот можем сравнить сами этот аквариум сейчас. Как видите, химиантуз из 3-х сантиметровых веточек вырос аж в 25-ти, а то и 30-ти сантиметровых ветках, которые вот чуть-чуть не достают до поверхности воды в аквариуме. Думаю, еще неделька-две и точно вот здесь этот химиантуз уже выйдет на поверхность. Напоминаю, это у нас почвопокровка. Нимфея очень хорошо разрослась. Погостимый науктопус из 5-ти небольших веточек превратился в 15 веток по 50 или даже 60 сантиметров. Вырос и роголисник, и другие растения новые добавились. Но теперь давайте поделим ролик на 2 главы. Это аквариум без СО2 и аквариум с СО2. Без СО2 данный аквариум находился около 40 дней. И с начала февраля по 17 или 18 марта. За это время растения довольно хорошо росли, нельзя сказать, что они вообще не росли. Например, химиантуз из 3-х сантиметровых веточек превратился в веточке длиной по 10, а то и по 15 сантиметров. Тогда я их несколько раз стриг, и он был такой густой, красивенький и, конечно же, без водорослей, без внетчатки, без какой-то черной бороды или ксенококуса. Он разросся довольно хорошо. Также Нимфея пошла в рост и выпустила разведчика. Тогда мы сами его обрезали. Однако, как видите, сейчас, спустя еще 20 дней после подачи СО2, разведчик снова пошел. Так что нужно мне за этим следить и вовремя этих разведчиков убирать. Также за 40 дней без СО2 подрослый бакстимон Актопус. Он из небольших 20 сантиметровых веточек превратился в 40 сантиметровой веточке, которых как было 5, так и осталось за 40 дней. Графилл Иволисный практически за 40 дней без СО2 не выросла. И, видимо, ей чего-то не хватило, и ее затенял бакстимон Актопус. Очень хорошо тогда разросся роголистник. Он образовал огромную шапку, и его я тогда очень много убирал. Это, напоминаю, было в середине марта. Также я убрал отсюда весь Нимфодис флиппер, потому что он не вписывался в эту картину. И, как видите, сейчас его, естественно, здесь нет. Тогда и мексиканский дубок очень хорошо без СО2 разросся. И из 5 небольших веточек превратился в 5 веточек, которые были длиной сантиметров по 45-50. И вот так данный аквариум травмник, собственно говоря, изменился за первые 40 дней, которые, напоминаю, были без подачи СО2. Не сказать то, что растения прям все хорошо росли, напоминаю, гиграфилл, напоминаю, еще раз не росла. Акемиантус рос лучше всех. Ироголистник. Но аквариум рос, растения росли, рыбки плавали, все было хорошо, водорослей не было, естественно. И вот наступил долгожданный день, когда я впервые в жизни подключил к своему аквариуму СО2. Это был баллон от компании Исты, который мне предоставил Александр Вершов, за что ему еще раз огромнейшее спасибо. Баллон литровый, небольшой, я его заправил, подключил все. И вот в середине марта уже в этот аквариум я начал подавать СО2. Установил скорость сначала небольшую, около 40 пузырьков в минуту, а потом уже немного ускорил, до 50 или 60 пузырьков в минуту. Изначально этот распылитель стоял у меня на правой боковой стенке, специально, чтобы вы могли видеть, как СО2 подается в аквариум. Однако я после съемки того ролика сразу убрал этот распылитель на дальнюю стенку. Да, Ченыш очень интересуется этим. Ченыш очень этим интересуется. Убрал на дальнюю стенку, потому что только там есть мощное течение, которое может этот СО2 раздувать. А здесь он просто у меня поднимался к полировости и просто уходил в атмосферу, что, естественно, мне не нужно. Я его поставил на дальнюю стенку, его сейчас, естественно, вообще не видно. Там, получается, стоит почти у дна на присосках распылитель. Пузырьки ультисоты поднимаются где-то до вот такой вот высоты. И там помпа их просто сдувает вот так вот. И они уходят в этот левый дальний угол. И тут они просто вот так вот крутятся, крутятся и растворяются. Естественно, все пузырьки тут практически все растворяются. И я не вижу такого, чтобы какой-то пузырек поднимался к поверхности и выходил из аквариума. Так что я достиг максимального темпа до подачи СО2, при котором СО2 растворяется. Больше я подавать не хочу, так как баллон у меня маленький. И я не хочу просто за месяц весь баллон сюда высадить. Также хочу сказать, что СО2 подается сюда не круглосуточно. Подается только, когда здесь день. То есть за час до включения света СО2 включается по таймеру. И за час до включения выключается. Почему я так сделал? Потому что СО2 движется очень медленно по шлангу. И естественно за ночь при отключении СО2 немного в сам этот распылитель от компании ИСТА затекает вода. Естественно, чтобы этот газ продавил всю эту воду, нужно какое-то время. Но как раз час это оптимальный такой вариант. За час он включается. Потихоньку СО2 продавливает всю эту систему обратного клапана. Весь этот распылитель продавливает и начинает потихоньку подаваться к растениям. А в это время уже включается, естественно, и свет. И растения начинают активно поглощать этот СО2. Ну и естественно за час я выключаю, потому что тоже все здесь находится под давлением. И пока это СО2 все выйдет через диффузор, пока давление упадет, как раз пойдет час. И свет выключится. И как раз одновременно с этим плюс-минус, получается, перестанет подаваться СО2. Все у меня здесь теперь сбалансировано. Свет горит 10 часов. СО2 тоже 10 часов здесь работает. Получается, это первый плюс, то, что я не трачу СО2, я его экономно расходу. А также второй плюс, это то, что нет риска отравить рыбу СО2. Как вы знаете, днем при солнечном или искусственном освещении растения выделяют кислород и поглощают СО2. А ночью все происходит наоборот. Они поглощают кислород, они дышат и выделяют СО2. И так получается, что у меня будет и углекислота работать ночью, и растения будут выделять СО2 и поглощать кислород. Рыбки тоже будут это делать. Естественно, аквариум может переносититься СО2, и это может привести к отравлению рыбок и к их гибели. Естественно, этого я не хочу, поэтому СО2 я и отключаю. Это такая вот вторая причина. Ну, а вы как видите, на моих руках уже смеялся котик. Прошлый уже устал 8 минут сидеть на моих руках. Это у нас уже Мурис. Мурис, поздоровайся. Мурис не хочет оторваться. Ну да ладно, он разговорчивый, но на камеру стесняется. И, как видите, смотрит на рыбок, а не камеру. Ну ладно, не будем его отвлекать. И теперь поговорим о том, как же растения росли уже с СО2. Напоминаю, СО2 аквариум у меня находится 20 дней. И, естественно, СО2 растения растут лучше, быстрее, где-то в 1,5-2 раза быстрее. Например, химиатус микронтомодис с 15 см за 20 дней вырос до 30 см, где-то до 25 см. Но он очень-очень густой, очень длинный. Его, естественно, пора стричь. Я его вскоре буду продавать на следующий день. Так что у кого есть желание купить у меня его, я проживаю в Москве, можете его приобрести у меня, у Муриса. Также хорошо разросся по гостему на топус с 40 см веточек 5 см. Он превратился в 10 или даже 15 веточек длиной по 60, а где-то даже и 70 см. Мексиканский дубок также снова разросся. Я его перед выключением СО2 подстелив немножко. И вот он снова уже разросся, снова достиг поверхности. И уже здесь не 5-7 веточек, а около 15 веточек этого прекрасного дубка. Нефия также чувствует себя просто прекрасно. Она и до этого выпустила разведчик. Теперь опять она еще один разведчик выпустила. Листья стали более насыщенные. Как видите, они все в пузырьках. Все активно выделяют кислород. И также листья стали, естественно, больше. Их стало по объему, по размеру, по количеству больше, больше и больше. И самое главное, наконец-таки, начала расти гиграфила и валисная. Конечно, сейчас очень-очень плохо видно из-за пустимона октопуса, из-за химиантоса микронтомодиса. Но поверьте, я вижу то, что она растет просто замечательно. Листья жирные, стебли длинные. И она за последний месяц выросла, точнее, за последние 20 дней выросла где-то сантиметров на 15. А напоминаю, за 40 дней она практически не выросла. Выросла, может, сантиметров только на 5-7. Удивительно, но роголизник здесь вообще не растет. Не знаю, что ему не нравится. Возможно, его затмили другие растения. Допустим, тот же самый погостилон октопус. Но он здесь практически не выросла. Как я его посадил, он подрос буквально на 20 сантиметров. И больше расти не стал. Собственно говоря, какое растение здесь выросло. И ради чего я, собственно говоря, этот суток подключил. А выросла здесь Мотте-Карло. Его я покупал для будущего Акваскипа на выставку аквариумов рыбок 2025 года. И хотел его потихоньку здесь выращивать. И для этого мне и нужен был баллон СО2. Я купил Монте-Карло у дяди Миши. И посадил его в лоточек. Конечно, он очень-очень медленно растет. Ему здесь и света немножко не хватает. Так как погостилон октопус уже и до него дополз. Синифия тоже его листья не закрывает. Однако потихоньку этот лоточек растет. И я его в мае пересажу в новый аквариум. Ну, туда же вместе с ним я перемещу СО2. И уже там будет расти это Монте-Карло, которое без СО2 не растет. Ну, что можно сказать? В принципе, аквариум хороший. Видно то, что СО2 он растет быстрее. А главное, он растет чистый, без водорослей. Практически без водорослей. Естественно, как были нечистые водоросли в нижнем слое Химянтос и Нагротомодис, так они там и остаются. Они там с декабря месяца. Их оттуда я никак не могу вытащить. Но также есть еще на внешних листиках нимфеи, полистимона, отдельные ниточки. Но их можно убрать буквально за 5 секунд. Стенки аквариума практически не обрастают. Я их чищу здесь раз в неделю. А вот здесь я их вообще не чищу, потому что здесь Химянтос очень плотно прилегает к стенке. И почти здесь вообще нереально. И вот видно, что она чистая, Химянтос видно, нет никакой зелени, коричневого налета, бурого, серого, белого. Нет ничего. Стекло чистое. Это самое главное. Рыбки в принципе справляются. В Эдерселе что-то здесь чистят, что-то не чистят. Возможно, это их заслуга, потому что стенки такие чистые. В целом аквариума мне нравится. Я буду подавать сюда СО2, напоминаю, до конца мая этого года. Пока не заведу новый свой акваскеп для нового проекта на выставку 2025 года. Но пока что это аквариум будет СО2. Будем за ним наблюдать, конечно. И вскоре будет здесь прополка. Буквально на следующей неделе я буду продавать здесь погостимоны октопус, химянтос микротемодис, мексиканский дубок, а также гиграфилу и валисна. Так что если есть у кого-то желание купить это растение, то можете переходить на сайт Аква-доска, мне в личку ВК писать, в адсерк писать. Все контакты есть в описании. Ссылка на Аква-доску тоже есть в описании под этим видеороликом. Так что переходите, подписывайтесь, регистрируйтесь где-то необходимы. Все ссылки в описании. Ну а на этом данный ролик подошел к концу. Морис, думаю, скажет им пару слов наконец. Морис, скажи пару слов. Морис очень молчалив, он не хочет говорить пару слов. Поэтому отпустим его. Он обычно разговорчив, но что-то он не желает говорить при виде камеры. Он немного стрессует. Поэтому отпустим Морис. Пусть он идет. Ну а на этом данный ролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok